МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифровая маммография – это современный, безопасный и информативный метод исследования. Благодаря ему можно выявить различные заболевания на ранней стадии развития. Помогает в этом новое оборудование. Так, несколько дней назад на территории Центральной городской клинической больницы начал работать современный сканирующий цифровой маммограф. Продолжит. Заведующий рентгенологическим отделением Центральной городской клинической больницы Александр Афилькин. В целях реализации национального проекта здравоохранения и модернизации первичного звена для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи на территории ЦГКБ города Ульяновска, 16 мая ведет свою работу цифровой передвижной маммограф. Кто может пройти обследование на этом оборудовании и в каких случаях? Пройти обследование могут жители города Ульяновска, территориально относящиеся и прикрепленные к поликлиникам Центральной городской клинической больницы, по направлению от терапевта, либо в рамках диспансеризации, а также по направлению из онкологического кабинета. Какие заболевания это оборудование помогает выявить? Благодаря маммографическому исследованию можно выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях, как доброкачественные, так и злокачественные. Ну и давайте, наверное, поговорим об особенностях этого маммографа, чем он отличается от похожих аппаратов. Это современный, безопасный, информативный метод скрининга молочных желез. Одним из основных плюсов современного маммографа цифрового является низкая дозовая нагрузка и высокое качество получаемых изображений. Александр Геннадьевич, а вообще что такое цифровая маммография? Это современный и безопасный метод исследования молочных желез. Процедура исследования занимает около 15 минут. Каждой женщины проводят исследование одной молочной железы в двух проекциях. То есть при исследовании каждой женщины выполняется 4 снимка. А насколько это удобно для пациентов и безболезненно ли? Данное исследование вызывает у пациентов небольшой дискомфорт, потому что в процессе этого исследования происходит компрессия молочной железы. Как часто и какую диагностику необходимо проводить женщинам разного возраста? Ну вот первое профилактическое исследование женщина должна пройти в 40 лет. С 40 лет данное исследование женщина должна проходить 1 раз в 2 года, а с 50 лет уже ежегодно. Куда нужно обратиться в первую очередь? В первую очередь надо обратиться в регистратуру, в поликлинику, и взять направление к участковому терапевту, а дальше уже терапевт решит и направит на исследование. Как заметил заведующий рентгенологическим отделением Центральной городской клинической больницы Александр Афилькин, на цифровом маммографе смогут пройти обследование пациента по направлению Центра здоровья Центральной городской клинической больницы или в ходе проведения диспансеризации. Мы выяснили у заведующей Центром здоровья Диляры Гемальдиновой, как проходит эта процедура, а также поговорили о работе Центра. Маммография обеих молочных желез, она рекомендована женщинам 45 лет, 11-12 года. Конечно, мы им даем направление, то есть стараемся максимально быстро провести маммографию, то есть и будем направлять маммограф у нас, ну так скажем, недавно новый, будем направлять туда. Центр здоровья, что это за учреждение, чем оно занимается и как давно существует? Центр здоровья у нас проводит комплексное обследование на выявление факторов риска заболеваний. Существует оно с 2009 года на базе ГУС ЦККБ. У нас есть целый комплекс обследований. Мы занимаемся боязной работой, также можно пройти обследование Центра здоровья поликлиники ЦККБ на верхней террасе. В чем заключается наше обследование? Это проведение измерения антропометрических данных, артериального давления, консультация врача-терапевта, антроглазного давления. Там большой такой комплекс. На выездных мероприятиях мы тоже проводим более короткое обследование и даем рекомендации пациентам. А в чем отличие вашего Центра здоровья от других подобных? Все Центры здоровья в городе работают по одному принципу, то есть мы работаем по стандарту. Ну давайте теперь перейдем к диспансеризации. Насколько важна диспансеризация? Ну и, конечно же, что это такое? Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр представляют собой комплекс мероприятий, которые включают в себя дополнительные методы обследования, целью которых является раннее выявление факторов риска хронических инфекционных заболеваний, их коррекция, и также выявление хронических инфекционных заболеваний на ранних стадиях. Профилактический медицинский осмотр проводится с 18 лет ежегодно, а диспансеризация 1 раз в 3 года для лица от 18 до 39 лет и с 40 лет ежегодно. А также с прошлого года по приказу 698Н мы проводим уголовную диспансеризацию, это представляет собой комплекс мероприятий, которые проводятся дополнительно по хроническим медицинским осмотрам или диспансеризации лиц, принесших новую коронавирусную инфекцию, и включает в себя два этапа. Ну вот по диспансеризации какие обследования входят, то есть диспансеризация и профосмотр включает в себя на первом этапе это анкетирование 1 раз в год. Всем гражданам проводится расчет антропометрических данных, индекс массы тела, тоже всем гражданам проводим. Измерение глазного давления гражданам старше 40 лет, измерение ассоциального давления, исследование холестерина, глюкозы крови на тощак, всем гражданам мы проводим. Определение относительно абсолютно сердечно-сосудистого риска, тоже всем гражданам проводится. Осмотр фельдшером-акушеркой, женщинам проводим флюорографии легких, ЭПГ один раз в год. Взятие маска с шейки матки женщинам мы проводим с 18 до 64 лет. Момография обеих молочных желез один раз в два года, женщинам с 40 до 75 лет. Кровь на ПСА определяется в крови, мужчинам с 45, 50, 55, 60 и 64 года. Проводится исследование кал на скрытую кровь раз в два года от 40 до 63 лет, а в дальнейшем один раз в год. В ФДС проводится в 45 лет всем гражданам, вне зависимости от жалоб. И общий анализ крови один раз в год лет 40 лет и старше. В дальнейшем после проведенных обследований консультируют по заключению врач-терапевт и при необходимости направляют на второй этап диспетеризации. На втором этапе по показаниям пациенты могут пройти осмотр врачом-неврологом, сделать УЗИ сосудов браке цепальных артерий, осмотр врачом-хирургом или урологом, сделать колоноскопию, ретромоноскопию, ПГС, рентгенографию легких, компьютер-темографию легких, спирометрию, осмотр врачом-акушер-гинекологом по показаниям, лором, офтальмологом, дерматологом. И также на выявлении по назначению врача возможно проведение исследований гликерной гемоглобины крови. Это все проводится на втором этапе. В дальнейшем выставляется диагноз ему, дается рекомендация и берется он на диспансерный учет. Это вот проведение обычной диспансеризации. А сколько по времени занимает диспансеризация? Можно ли пройти ее, скажем, за один день или требуется больше времени? В целом можно пройти за один день все обследования. Если там в зависимости от количества обследований можно привести диспансеризацию в один день. На среднем уходит два дня. То есть пациент приходит по мере готовности, например, там результатов на второй день. То есть два-три дня вот так вот в среднем проходит пациент профосмотр или диспансеризацию. А что сделано для удобства пациентов? Насколько удобно им проходить диспансеризацию? Для проходить диспансеризацию у нас открыты отдельные профилактики. Там есть кабинет диспансеризации. То есть пациенты могут записаться либо через госуслуги, либо через регистратуру, либо в инфомат, либо можно даже пройти в порядке живой очереди. То есть у нас тоже стол работает на прием без записи. Пациенты проходят, проводятся анкетирования, даются комплексы откледования. Для пациентов, проходящих диспансеризацию, выделено определенное время сдачи анализов. То есть там очередность не такая большая. То есть для прохождения диспансеризации у нас созданы условия максимально быстро пройти. То есть у них своя запись, то есть нет такой очередности проведения обследований. Части обследований, например, даже спирометрия, проводятся сразу же, например, в день оформления документов, прямо на этаже. То есть пациенты не нужны никуда бегать. То есть части обследований проводятся прямо в отделении. То есть максимально удобно можно пройти диспансеризацию. Также, например, мы сотрудничаем с организациями. То есть у нас, например, сотрудники каких-либо организаций могут максимально быстро пройти обследование за один день, то есть по зеленому коридору, то есть это, например, мы можем 15-20 человек провести за один день, а повторно они приходят только уже за результатами на консультацию терапевта. Главная задача любого центра здоровья – обследовать пациента и порекомендовать ему тот образ жизни, который будет для него максимально полезен. Так что не ленитесь, начните хотя бы с простого обследования. Ну а в лучшем случае следует пройти полноценную диспансеризацию. Близится ежегодное мероприятие Министерства культуры и портала культурного наследия и традиций культура.р. «Ночь музеев». Ульяновцы с нетерпением ждут увлекательных программ, подготовленных музеями и учреждениями культуры. Уже известно, что они начнутся 21 мая после полудня и продлятся до 22 часов. К всероссийской акции, конечно же, присоединится Ленинский мемориал и его филиалы. Продолжит заведующая домом музеем Ленина Татьяна Брыляева. Всероссийская акция «Ночь музеев» организуется в ознаменовании Международного дня музея. Раз в году в России происходят масштабные интересные события, которые можно приравнять к фестивалю. Посетители ждут уникальные экспонаты, интересные познавательные экскурсии, увлекательные квесты. И все эти встречи происходят на музейных площадках в вечернее и в ночное время. Ульяновский ночь музеев состоится в шестой раз. Акция 2022 проходит в рамках Года культурного наследия народов России и народов искусства и проводится в субботу 21 мая. Областное учреждение Ленинский мемориал подготовило особую программу мероприятий, основная цель которых – показать ресурс, возможности, потенциал, как старейших ленинских мемориальных музеев, дом музея Ленина и квартиры музея семьи Ульяновых, так и недавно созданных тематических музейных павильонов советской истории – гараж СССР и оружие подвига. Тема истории города, 375-летие которого мы будем отмечать в следующем году, продолжается в экскурсии по старейшей улице – Свеяжская, Московская, Ленина. Так называется туристический маршрут по историческому кварталу, где в XIX веке жил гимназист Владимир Ульянов, будущий создатель государства новой формации. Почувствовать себя гостями в Доме инспектора Народных училищ Синбирской губернии Ирии Николаевича Ульянова, познакомиться с предметами быта и, главное, традициями прошлых лет, приглашает Дом музея Ленина. Чтение вслух и обсуждение прочитанного – прекрасное, но, к сожалению, ушедшая форма проведения досуга семей. Литературная беседка в Тенистом саду Ульяновых напомнит об известном литераторе XIX века Александре Николаевиче Островском. Его пьесы пользовались особым успехом в Синбирском обществе. Книгами Дарматорга зачитывались Ульяновы, отмечая их правдивое описание российской действительности, воссоздание человеческих характеров в период установления капиталистического общества, того общественного строя, генезис которого всесторонне раскрыл наш земляк, вошедший в мировую историю под псевдонимом Ленин. Как становятся гениями? Что способствует формированию уникального мировоззрения, стойкого характера и целеустремленности? На эти и другие многие вопросы можно получить ответы в ходе одноименной тематической экскурсии, подготовленной сотрудниками квартиры музея семьи Ульяновых. Ленинскую тему продолжает бюро вопросов и ответов, интерактивное общение с посетителями в мемориальных экспозициях. Май месяц имеет особое значение для россиян. Он символизирует окончание Великой Отечественной войны. Музей оружия и подвига предлагает тематические экскурсии, конструкторы победы, вклад Великой Победы Ульяновского мужестроительного завода имени Волазарского. А мотоциклу Великой Победы М72 посвящена тематической экскурсии в другом музейном павильоне – гараж СССР. Здесь же молодые люди, увлеченные ретро-мототехникой, могут воочию рассмотреть уникальный мотоцикл для рядового сведея. Особая программа подготовлена для юных посетителей, которая проводится с 16 до 20 часов. Это конкурс рисунков на асфальте у Калининского мемориала, увлекательный квест в усадьбе ульяновых, мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги, занятия моделирования мотоцикла и 3D-танка в новом музейном пространстве. Особое внимание «Ночи 22» уделено 100-летию пионерской организации, главной организации советской детворы. История «Сторона пионерия» представлена на выставке в квартире музея семьи ульяновых. Здесь же предлагают принятие частей и выигрок детей советской эпохи. Всероссийская музейная акция помогает достижению важнейших целей – популяризации музейных коллекций, привлечению интереса общества к истории, культуре, поэтому доступ к мемориальной выставочной экспозиции свободный. О посещении программ по билетам. Программа «Ночи 22» Ленинского мемориала содержит 27 мероприятий. И более подробную информацию о времени и месте их проведения можно получить на сайте учреждения. И мы, сотрудники Ленинского мемориала, призываем ульяновцев и гостей города посвятить в субботний вечер 21 мая интеллектуальному досугу в музеях региона. Выслушали интервью заведующей домом-музеем Ленина Татьяну Брыляеву. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Цикл концертов ульяновской филармонии «Очарование романса» в этом сезоне завершает выступление известного российского певца Сергея Плюснина, которого называют «Серебряным баритоном России». Концерт также будет приурочен ко дню славянской письменности и культуры. Он состоится 26 мая. Во Дворце творчества детей и молодежи вместе с Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера Артема Белова выступит вышеназванный исполнитель, приглашенный солист Большого театра, дипломант всероссийских конкурсов, обладатель первой премии международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Сергей Плюснин, баритон, для которого нет преград. Так охарактеризовала его голос оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская. В репертуаре Сергея партии из опер и оперет, романсы, итальянские и русские народные песни, эстрадная классика. Но в программе, которую Сергей Плюснин подготовил с Ульяновским оркестром русских народных инструментов, будут представлены разные грани его творческой индивидуальности. Не забывайте грозные годы, когда кипела Волжская вода. Земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у Волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Мы с маэстро Артемом Беловым, который руководит оркестром русских народных инструментов, приготовили очень интересную программу. Она будет разнообразная. Там получаются классические арии, арии из оперет, народные песни, обязательно неаполитанские, и песня 20 века. Вот такой обширный репертуар услышит зритель Ульяновска. Требует ли такой обширный репертуар какой-то отдельной подготовки? Наверняка приходится переключаться и по настроению, и голосом управлять. Безусловно, вы абсолютно правы. Владение голосом подразумевает под собой классическое образование. В то же самое время, научившись этому, человек также должен и обязан владеть силем музыки. И здесь подготовка идет именно уже в плане понимания материала. Классическая ария — это одно звукоизвлечение. Неаполитанская песня, в принципе, близко, но там уже идет другое звукоизвлечение, то есть больше лирики, страсти. Голос звучит по-другому, и чисто технически уже опора именно на дыхание тоже подразумевает собой свою определенную кухню, скажем так. Именно терминологией здесь не будем увлекаться. Народная песня, она тоже может исполняться в классической манере, то есть в классической постановке голоса. Но там другое отношение, потому что это русская музыка. Здесь уже подача более яркая, открытая, в зависимости от того, какая русская народная песня, грустная или веселая. Опять же, романс. Романс строится тоже на классическом звукоизвлечении, но там может быть даже больше нужно нюансов, чем в оперной арии. Где-то больше пиано, где-то больше легато. К каждому произведению нужно подходить и все это обязательно репетировать, впевать, чтобы была мышечная память и образная. Но вот такая вот программа, конечно, не очень-то и легкая, скажем так. У меня был опыт исполнения подобного рода программ с симфоническими оркестрами, с народными в двух отделениях. Буду вспоминать, готовиться и постоянно быть в репертуаре, потому что если произведение какое-то время лежит, не исполняется, потом заново нужно обретать форму именно физическую, техническую и эмоциональную. Потому что человеческий организм, он устроен так, что это не просто инструмент, а это живой инструмент. И он всегда требуется в тренаже, скажем так. Ну, что называется репетициями и упражнениями. Сергей, в Ульяновске вы будете выступать в концертном цикле «Очарование романса». Скажите, этот концерт стал инициативой наших ульяновских музыкантов? Меня пригласили. Мне позвонили и пригласили. Смогу ли я участвовать в этом цикле? Я посмотрел на свой график, согласился. Это очень приятно, когда приглашают. Я с удовольствием приеду и выступлю. Порадую ульяновского зрителя, слушателей, меломанов, любителей. Вы уже бывали у нас в Ульяновске, сотрудничали с нашим оркестром? Я думаю, что за мою концертную деятельность, где я уже объездил по России, наверное, 300 городов, действительно, ни много, ни мало, я был в Ульяновске. Но наверняка зритель меня вспомнит, может быть, если я не ошибаюсь, это было в 2013 или в 2014 году. Мы привозили программу, наверное, посвященную Муслиму Магомаеву. А помимо того, что он имел потрясающее классическое образование, стажировка в Италии, у него еще очень неповторимый тембр голоса и сочетание актерского мастерства, то есть проживания, чувства музыки к потрясающей вокальной технике как в зарубежном репертуаре, так и в российском, тогда, наверное, в советском репертуаре, вот так было правильно сказать. Оно на сегодняшний день меня не оставляет равнодушным. Я считаю его пение эталонным, я считаю, что это мой кумир, у которого нужно учиться. До сих пор не перестаю совершенствоваться, когда слушаю его голос в записи. Очень много можно почерпнуть, это вообще, я считаю, наверное, для баритона, хрестоматия. Мне близок этот музыкант, этот талант, этот гений Муслим Магомаев. Ну, он ведь один такой сейчас, наверное, и нет певцов такого уровня. Я не могу сказать, ведь у нас есть еще классические певцы, которых мы не часто слышим, их не часто транслируют, допустим, с телевидения и радио. Это только узкий круг любителей такой музыки может себе сейчас позволить и найти для своего вкуса и слуха то, что ему нравится. Если, например, начинать о даже не современниках, а чуть пораньше, были такие прекрасные певцы, как Бунчиков, Виноградов, Петр Лещенко, много еще было, Серкибаев. Сейчас просто уже видите, как получается. Не знаю, сейчас буду философствовать, но ведь столетия уходят. Как выяснилось, человек долго не может жить, и его музыкальная карьера и здоровье тоже заканчиваются. Поэтому сейчас другая эра, другая эпоха. Но у нас все равно не прекращают набирать студентов на классическое образование, на кафедру академического пения. Все равно голоса воспитываются на классической музыке. Я думаю, что мы этих звезд еще услышим. Сергей, вы известны как серебряный баритон России. Благодаря чему вас так называют? Я попытаюсь сейчас на него ответить, на этот вопрос. Почему называют серебряный? На самом деле эпитетов можно давать много, каких угодно. Но скорее всего это из-за того, что у меня лирический баритон, как определила судьба, как определил мой педагог по вокалу Наталья Кимона Тарасова. И этот голос, лирический баритон, отличается от центрального баритона именно тембральным наполнением. А в основном, если брать оперный репертуар и оперные партии. Герои-любовники возьмем, например, того же самого герцога Бургундского Роберта в опере Иоланта Петра Чайковского. Влюбленный рыцарь, у него молодой голос и искрометная ария, где воспета любовь к женщине. Это красавчик и молодой юноша в опере Паяц Руджера Леонковала Сильвио влюбленный в Недду, где музыка пронизана страстью и любовью нежной и замечательно чувственной женщины. Это также опера Чайковского Пиковая дама Князь Елецкий. Его тоже может исполнять лирический баритон, ну, как и центральный. Но это уже, наверное, амплуа голоса. Лирическому баритону, вот, допустим, с точки зрения вокального здоровья и правильности ведения голоса, не рекомендуется и даже запрещается петь крепкие партии, будь то Грязной из Сарской Невесты, Регалетта из Отре Регалетта. Даже Арию Рената надо петь уже спустя, когда человек, я имею в виду певец, развивается, голос становится более устойчиво стабильный. То есть это должно пройти очень много лет, чтобы технически такие партии исполнить. А Серебряный получается, что по своим гастрольным турам очень было много отзывов после того, когда я выступал на площадках и в России, и за рубежом. Были такие интересные отклики и было написано в комментариях Сергей, у вас такой мягкий и теплый голос, который отличается от остальных. И вот сейчас, наверное, сформулировать до конца. Самое уникальное, что должно быть в голосе, это его индивидуальность, чтобы голос был ни на кого не похож. Но это не специально, а это такова природа. Каждый голос на земле, он индивидуален. Ну вот природа меня наградила вот таким лирическим баритоном, вот такого тембра. Это, наверное, и весь ответ. Почему Серебряный? Серебряный, наверное, это ассоциация, потому что ведь музыка это такая тихия, такая субстанция, которая вызывает ассоциативный ряд у слушателей и у всех свои ощущения, которые вызывают голос. Упоминали, что неоднократно выступали за рубежом. Скажите, пожалуйста, когда вы выступаете на зарубежной сцене, у местных жителей есть интерес послушать исполнителя из России? Сейчас уже никакого различия нет, кто поет музыку. Если она хорошо исполнена, если российские певцы грамотно и хорошо подготовились в оперной партии, когда с ними занимается коуч, носитель языка, человек непосредственно из мира музыки, то это вполне практикуется. У нас на самом деле, наверное, больше все это зависит от рекламы. Чем громче имя, тем больше будет зрителя на его выступлениях. Ну и, безусловно, конечно, тут нельзя не отметить то, что русский певец по происхождению конечно будет лучше выглядеть в русском репертуаре. Итальянец будет выглядеть в своем итальянском репертуаре правдоподобно, так же, как и певцы из Германии, из Англии, из Америки. Все на самом деле присуще тому месту, где ты родился. Но репертуар должен быть разнообразный. А что касается, как воспринимает зритель, подходят, благодарят. Ведь везде есть любители, которые любят музыку именно классического плана. И очень часто хочется послушать разнообразных певцов, послушать именно качественные пени, чтобы это была чистая интонация, чтобы это был чистый голос без призвуков. Это всегда вызывает, наверное, такое не просто эстетическое удовольствие, но и физическое. Человек вместе с певцом, когда он стоит на сцене, внутри себя все это точно так же молча пропивает. Организм реагирует на это. И если человек поет грамотно и качественно любой, безусловно, репертуар, западный, европейский, русский, то зритель будет чувствовать себя комфортно на концерте. Я вот исполнял за рубежом, подходили, благодарили, очень нравилось, просили приехать еще. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали пусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. А по вашему опыту народ в России какие песни хочет услышать? Все зависит от того, чему посвящена программа. Программа, как правило, составляется разнообразная, чтобы угодить зрителю. Ведь на самом деле музыка устроена как? Человеку иногда хочется и погрустить, и посмеяться, и поностальгировать, и повеселиться. Поэтому все зависит от того, как составлена программа. Что любит зритель конкретно в каком-либо городе, это уже на самом деле зависит все от организаторов. Перед тем, как ехать или лететь в какой-либо город, мы, конечно, уточняем, какой репертуар зритель больше предпочтет послушать на концертной площадке. И исходим из этого, составляем программу. Пытаемся, конечно, угодить зрителю. Когда я победил на конкурсе Магомаева, Галина Павловна, Вишневская, мой преподаватель, тоже занимались в центре оперного пения, с ней непосредственно работали над несколькими партиями. Онегин, Роберт, сказала мне по телефону, ну что ж, говорит Сергей, это очень достойная победа, я очень рада за тебя, но ты не зазнавайся, поет для народа. Я говорю, Галина Павловна, конечно, я обязательно буду следовать вашим рекомендациям. Поет для народа. И все. Давай, говорит, я тебя благословила. Спасибо, говорю, Галина Павловна. Всего доброго. Вот такой вот был телефонный звонок, очень важный для меня. Вы, естественно, дружили с ней? Дружба, ну здесь на самом деле была творческая дружба. Я же поступил тогда в центр оперного пения обучаться именно непосредственно на сцене с оркестром, чтобы войти в оперный репертуар. И были постановки. Многие из наших студентов были записаны на индивидуальные занятия по вокалу к Галине Павловне. У них было расписание. И каждый приносил свой репертуар. И Галине Павловне непосредственно с каждым работала. Сказать, дружили или не дружили, я вам, наверное, скажу так, что она, как художественный руководитель, право назначить на главную партию в том или ином спектакле, в опере, было за ней. Я очень благодарен, что она выбрала меня на партию Евгения Онегина. Это главная партия в опере. Состоялась эта прекрасная постановка в центре оперного пения. Мне сначала, наверное, было вперед Иоланта. Онегин был попозже. В Иоланте мне тоже дали партию Герцога Бургундского. Это стоит дорогого. Это прекрасно. И мне очень было, конечно, приятно, когда Галина Павловна давала свой театральный совет тет-а-тет индивидуально. То есть человек, который имеет огромнейший опыт на оперной сцене Большого театра, передает тебе навык того, что необходимо на сцене знать. Там свои определенные законы. Когда человек это передает и делится тебе индивидуально, конечно, это дружба, это такая творческая дружба, это такая творческая связь и поддержка, потому что все это приходится выносить на зрителя, на суд зрителя. И это, конечно, очень большая ответственность и невероятно интересная жизнь, и невероятно интересная встреча в этой жизни с такой личностью, как Галина Вишневская. Это подарок судьбы. Сергей, ну и давайте напоследок пригласим ульяновских радиослушателей на ваш концерт. Хорошо, попробуем. Дорогие жители и гости города Ульяновск, мы приглашаем вас на концерт 26 мая в 18.30. Вы услышите классический репертуар, вы услышите народные песни, прекрасные мелодичные песни 20 века и, конечно же, неаполитанский репертуар. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы вы остались довольны. Приходите обязательно на концерт. Мы ждем вас. Напоминаем, что мы беседовали с певцом, приглашенным солистом Большого театра, дипломантом всероссийских конкурсов, обладателем первой премии международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Сергеем Плюсниным. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Но где же сердце, что полюбит меня? Живу безвластней, Боль в душе затаял. Всегда быть в маске Судьба моя. Обзор культурных событий С обзором культурных событий у микрофона Александр Филатов. Здравствуйте. В предстоящие выходные дни в театрах города вы можете посмотреть такие постановки. В драматическом театре имени Гончарова 21 мая спектакль по пьесе Смерть Ильи Ильича Обломов. 21 мая Притча на все времена с одним антрактом Наш городок. В Ульяновском молодежном театре в субботу современная драма Кеды, а в воскресенье комедия Пары шуток. В театре студии Анфан Трибл в субботу современная постановка Яичница. В театре кукол имени Валентины Леонтьевой в субботу Муха-Цокотуха, а в воскресенье сказка Теремок. 21 мая в парке Виновская роща День дружбы народов. На праздники соберутся представители многочисленных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области вместе с творческими коллективами. 22 мая во дворце Губернаторский Ульяновский Государственный Духовой оркестр Держава представит программу Кодекс Рока. Слушателей ждет музыка не только зарубежных рок-групп, которые покорили всю планету, но и представителей русского рока. В субботу 21 мая в музеях Ульяновска пройдет акция Ночь музеев, приуроченная к Международному Дню музеев. В 2022 году мероприятия пройдут под девизом Мода на традиции. Городские музеи и Ленинский Мемориал подготовили широкую программу мероприятий, экскурсии, лекции и выставки. Подробная информация на сайтах музеев. Теперь об афише Димитровграда. Что же будет здесь в выходные? В филиале Ульяновского театра кукол в Димитровграде в субботу спектакль Теремок, а о воскресенье Петрушкины истории. В Центре культуры и досуговосход 21 мая концерт народного коллектива ансамбля танца Антел. Теперь о кинотеатрах Ульяновска и Димитровграда. Здесь вы можете посмотреть российскую комедию Артек Большое путешествие, анимационный мультфильм Гука Мое любимое чудище, фильм ужасов Спуск к дьяволу, Детектив Будь моими глазами, комедию Приплыли, драму Волк Солл-стрит, криминальную драму Мораль, боевик Флэшбэк, семейный мультфильм Приключения царя, драму Решала Брат, фантастику Клон, драму Ника, комедию Особые приметы, драму Четыре хороших дня. К этой минуте у меня все. С вами был Александр Филатов. И помните, что хороший культурный отдых в выходные залог отличного настроения всю последующую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова